Продолжение следует... Ну ладно, на первый раз сойдет, посмотрим, что она себе представляет, этот цирк. Мы, кстати, находимся прямо на парковке, видите, там внизу парковочные места, там парковка и возле кинотеатра, я вам покажу потом снаружи. Немножко с местами не угадали, ну, в том смысле, мы и не угадывали, на билетах мест нет, она просто, когда входишь, она сама усаживает, говорит, куда садиться, мне не очень понятно, почему, блин, те, кто пришли раньше, сидят как-то сбоку. А те, кто позже сидят там, в центре, ну, здесь на стульях понятно, здесь билеты дороже, это типа VIP места, ну, там хотя бы по центру, потому что, я так понимаю, сцена туда смотрит, странно это немножко. А вот и левиата первые, левицы. Блин, они вживую такие красивые, но в то же время такие стрёмные. Вон, чувак аж испугался, на него посмотрел. И страшные, и красивые одновременно. Лично я в цирке не был, ну, не знаю, лет, сколько, лет 25, наверное, в детстве, короче говоря, был. И сейчас вот свежие такие ощущения. Паронный номер, прыжок через огненное кольцо. Правда, она, конечно, не полностью огненная, но все равно для животных это же прикол. Оказывается, да, клетку снимают полностью, оказывается, разбирают. Ничего себе, ну, значит, львов больше не будет, ну, опасных животных больше не будет, судя по этому. Блин, как всегда, самые интересные моменты не снял. Вот эта маленькая лошадка только что убежала. Вот здесь выход сбоку, она чуть было на улицу не выскочила. Ее поймали туда-обратно, затащили. Ну, вот, начинается, вроде бы как, не знаю, насколько она московская, конечно, артистка, но наряд похож. Какие-то ласки или норки, что-то такое маленькое сейчас там бегать будет. Но вам это, наверное, вообще не видно. Ну, кокошник у нее правильный. Довольно забавно видеть кокошник в нашем городе. Калинка-малинка играет, ну, все как положено. Елена ее зовут, то есть, сколько я понял. Здесь этого диктора, он так неразборчивый, как-то гул такой. По-моему, ее и Елена зовут, значит. На самом деле, возможно, московская. Хотя Елена и во Франции есть такое имя. Московские ковбои теперь на очереди. Вот это неожиданно. Еще и Малой там что-то делать будет. Блин, ну место, я разочарован, что нас посадили сбоку. При том, что там, блин, три человека сидит. Что за бред? Не пойму. Выступление с птицами и песенка на русском. К сожалению, автора не знаю, но некоторые из вас, возможно, узнают, кто это поет. Рассказывай, что ешь. Я ем попкорн, вам не слабый. Купили вот там в будке попкорн. Тут сейчас что-то вроде антракта. Эквилибристика высшего уровня. Стульчики на стаканчиках. Стаканчики на стульчиках. И еще и выше, выше. Ну-ка, ну-ка. Вуаля! Опля! Браво, браво. А вот верблюдик вышел. Большой такой. Симпатичный. Опа, что-то захоряцал. Что он ест, интересно, что он нам отдает. Бублик какой-то или банан, наверное, шеф. Главное, чтобы не плюнул. Да, Артур? Главное, чтобы не плюнул в нас. Слушай, какой он большой вообще. Есть, знаешь, что там будут такие большие? Ну да, мы уже видели с тобой верблюда. Но все равно он, по-моему, этот еще больше будет. Ну и, конечно, какой же цирк без клоунов. У клоунов Кеды Кланверс. По-модному. Смышленные клоуны. Так, ну все закончилось. Расходятся все. И мы уйдем. Давайте я вам хоть покажу немножко снаружи, как это все выглядит. Смотрите. О, там эта конячка стоит малая. Класс. Пойдем, обойдем. Тут, на самом деле, я так думал об этом немножко. Думаю, как тут они, доходы какие. Сколько тут человек приходит. И насколько это все окупается. Потому что очень-очень много машин. Я видел, когда они сюда в ВИК въезжали, это было около семи-восьми фур. Таких именно, огромных фур. Больших. Вот видите, с такими трейлерами разодвижными. Это, кстати, касса здесь была. И... А вон там, смотри, Артур, там в клетке львы. Видал? Ага. Львицы. И там их, кстати, трое. А выступали только двое. Но нам туда ходить нельзя. Ну, видишь, там три ходят. Ну, а почему третий не выступал? Не знаю, может он заболел или у него сегодня выходной. И вот я к чему веду, что вот так вот они едут, да, в каждом городе. Вот в ВИКе они два дня выступали. Вчера и сегодня. И, в принципе, вот эта вся штука, насколько вот она окупается. Пять евро стоит билет. Как оказалось. Сколько там человек? Ну, блин. Ну, может сто. Я не знаю. Не считал. Как-то свистишь ужасно. Не считал, но может сто человек. Вот они тысячу за вечер, да. А мне кажется, чтобы заправить просто вот эти шесть-семь фур, включая, это только фуры большие, а еще вот такие обычные мелкие грузовички, еще много легковушек разных. Просто даже заправить, мне кажется, все эти фуры стоит как минимум половину этой суммы, плюс сколько людей здесь работает, плюс сколько всего этого нужно. Ну, в общем, не знаю. Ну, видимо, видимо, есть резон, раз они работает. Ох, какой фолькцик стоит. Артур, блин, какой фольксваген интересный. Красиво, ничего не скажешь. Вот. Ну, честно говоря, мое мнение, Артур, тебе понравилось? Да, мне очень понравилось. Все круто было? Ну, вот видите, детям нравится. Я, конечно, в принципе, сказал бы свое взрослое мнение, ну, или даже не взрослое, просто свое немножечко, ну, не настолько эпично, конечно, все это, как вот в моих детских воспоминаниях, поэтому в целом он, смотри, конячку тут заводит. Ну, нормально, нормально пойдет. Для вот такого передвижного цирка маленького очень даже весело. Смотри, какая лошаденок симпатичный. Так, нам надо отойти с дороги. Вот. Я не знаю, что еще вам рассказать. Вот сегодня они двинутся дальше, ехать в какой-то другой город. Вот так вот они едут, едут. Вот, собственно, такой ролик про цирк. Если вам понравилось, ну, как обычно, вы знаете, что делать. Всем пока и до новых видосов. Говоришь пока? Пока! Субтитры сделал DimaTorzok